Каждый год в нашей стране принимаются различные законопроекты, реформирующие специальные налоговые режимы. Так, на встрече депутата Мажелиса парламента Республики Казахстан Айтуара Кошмамбетова с представителями малого и среднего бизнеса были обсуждены возможные поправки в закон, которые оптимизируют розничный налог. Также на мероприятии были рассмотрены ключевые вопросы, актуальные для региона. Обсуждение касалось различных аспектов социально-экономического развития области. Подробнее о ходе встречи в нашем следующем материале. Депутат Мажелиса Айтуар Кошмамбетов провел продуктивную встречу в Палате предпринимателей, где с местными бизнесменами обсудил ряд важных тем. В ходе диалога были затронуты актуальные вопросы строительства, государственных закупок и социальной политики. Также особое внимание было уделено проблематике коммунальных платежей для сельскохозяйственных предприятий. Народный избранник подчеркнул необходимость немедленного решения данных вопросов. У нас есть большая просьба. Мы очень надеемся, что поможете решить эту проблему. Она касается у телесбора, будь то на сельскохозяйственную технику или на обычный автомобиль, либо снизить размеры этой выплаты. В ходе встречи также был поднят вопрос финансирования детских садов. Председатель областного отраслевого совета частного образования Маржан Ахмеджанова подчеркнула, что в настоящее время государственные детские сады имеют приоритет в получении бюджетных средств по сравнению с частными учреждениями. Она отметила, что объем финансирования государственных детсадов в пять раз превышает тот, который выделяется частным. Это заявление вызвало обсуждение о необходимости пересмотра финансовой политики в отношении частных дошкольных учреждений, чтобы обеспечить равные возможности для развития как для первых, так и для вторых. В случае отсутствия решения данной проблемы, мы столкнемся с повышением цен на услуги частных детских садов уже завтра. Это, в свою очередь, может привести к снижению качества предоставляемого образования и ухода за детьми. Кроме того, работники частных детских садов окажутся неспособными претендовать на место в очереди Государственного жилищного фонда и, соответственно, повысить свой социальный статус. Эта ситуация отражается на привыкательности работы в данной сфере и, как следствие, наблюдается нехватка квалифицированных кадров. С целью решения этих проблем необходимо повысить статус частных детских садов и выделить соответствующие финансовые средства для их поддержки. Рабочий визит Айтуара Кушмамбетова продолжился поездкой по торговым точкам в центре города, чтобы лично встретиться с предпринимателями. Он внимательно выслушал мнения и опасения более чем 150 предпринимателей из торгового дома «Альдибек». Жители областного центра выразили серьезную тревогу по поводу возможной потери денежных средств в связи с решением суда о сносе незаконно установленных торговых ларьков. У многих здесь по 6-7 детей, которых необходимо кормить, обувать и одевать. Также есть и кредиты, которые нужно оплачивать. Мы ведь можем лишиться денег, если привезем товар, а его отнимут. У нас идет кадровый год на квалифицированных педагогов. Они будут только тогда, когда государство наравне с государственными детскими садами также будет финансировать квалификационные категории педагогам, то есть надбавки, которые им положены. Водельцы торговых точек рассматривают возможность обращения в Верховный суд в связи с решением о сносе торговых ларьков. С нашей стороны было проведено детальное изучение данной проблемы, в ходе которой выявлено, что сотрудники правоохранительных органов не выполняют свои обязанности на должном уровне, что усугубляет ситуацию. Это открытие требует немедленного вмешательства и принятия соответствующих мер. Депутат Мажелиса, осведомленный о сложившейся ситуации, заявил о своем намерении направить запросы в местную администрацию для получения разъяснения по данному вопросу. Народный избранник также подчеркнул, что намерен выразить свою позицию относительно нестационарных торговых точек на предстоящие встречи. Кандыз Нурмуханбетова Карина Закриева, Нуржан Хасабалатов, телерадиокомпания «Житсу».